Героиня Решили, что завтра вечером пойдут к ней домой без предупреждения на Ифтар. Медина — очень прилежная студентка. Было даже, когда подруги хотели сбежать с уроков и погулять в парке, Медина всегда отговаривала их от этого. На следующий день три подруги пошли в гости к Медине. В предвкушении сюрприза они представляют, как Медина откроет им дверь, как она обрадуется, как они поужинают, повеселятся. Но увидев, как Медина открывает им дверь, то, что подруги представляли себе, все вмиг улетучилось. Медина с ужасом смотрела на них. «Зачем пришли? Кто вас сюда звал?» Читалось в ее глазах. В этот момент одна из подружек, решив сгладить неловкость ситуации, сказала, «Ой, как вкусно пахнет у вас! Неужели мама приготовила кадаив?» В тот момент появляется мама Медины. С появлением матери Медина очень растерянна и виновата произнесла. «Мама, мои подруги пришли навестить нас на Ифтар. Мама с радостью приглашает всех пройти в дом. Увидев обстановку внутри, то приятное настроение и взволнованность подруг вмиг улетучилось. Старый коврик на полу. На коврике деревянная доска вместо стола. Вокруг стола сидят четыре маленьких ребенка. И на столе стоит одинокая тарелка с черствым хлебом и макаронами. Четверо детей, увидев гостей, мигом разбежались кто куда. Возможно, кто-то из них постеснялся старой одежды. Кому-то было стыдно за порванную пижаму. В общем, никого не осталось за столом. Наступает время Ифтара. Уже можно приступать к еде. Но подруги ужасно жалеют, что пришли сюда. Каждый кусок хлеба, проглоченный ими, проходит по горлу, как кусок железа. Что мы наделали? Зачем пришли? Не надо было. Но уже поздно. Мама Медины, чтобы сгладить неловкий момент, говорит. На самом деле, я собиралась сегодня приготовить что-то вкусное. Фарш она купила, котлеты нажарить хотела. Но вот по пыхах не успела ничего сделать. Услышав это, самый младший ребенок бегом прибежал на кухню. Неужели все это было у нас в холодильнике? Подумал он. Открывает холодильник. Ничего нет. Пусто. По-детски рассерженно закрывает холодильник. Возвращаясь к столу, смотрит на маму, обиженными, полными слез глазами. Как они встали со стола, как закончился тот вечер, эти три подруги навряд ли помнят. Шли они туда, как на праздник, но возвращались, будто бы с похорон. Став утром перед рассветом на сухор, они сидят и смотрят друг на друга. Еда застревает в горле. У одной из девушек слеза скатилась по щекам и упала в тарелку с едой. Утром, придя на пары, девушки встретились на первой же перемене. Делятся мыслями. Ничего не лезет в горло, потому что есть один дом. И в этом доме мы видели одного малыша. Что-то надо делать. Давайте придумаем, как помочь подруге. Может быть, деньгами поможем, но ведь Медина может обидеться. Это может задеть ее за живое. Не получится ли? Это медвежьей услугой с нашей стороны. И они находят выход. Они идут в ближайший к дому Медины продуктовый магазин и договариваются с хозяином. Мы вам деньги дадим, а вы подготовьте, пожалуйста, на эти деньги хорошую продуктовую корзину. Отнесите эти продукты по этому адресу и скажите, что эта акция в честь месяца Рамадан. Мол, вы всем своим покупателям дарите такие корзины. Так и поступает хозяин магазина. Относит эти пакеты в дом Медины как подарок от своего магазина. На следующий день Медина очень веселая пришла на пары. Медина говорит подругам, в тот день вы пришли и застали нас врасплох. Неудобно получилось. Мама ничего даже приготовить не успела. Но вы приходите завтра на Эфтар к нам. Завтра мы очень хорошо встретим вас. На следующий день подруги пришли. И перед ними выскочил тот самый малыш, который обиделся в тот день на маму. Мама сегодня суп сварила, плов приготовила, мама сладости напекла, много чего приготовила мама сегодня. Мой любимый брат, моя достойная сестра. Возможно, именно в этот Рамадан нам следует пойти и постучаться в чьи-то двери. Мы обязаны пойти, и мы обязаны постучаться в эти двери. Возможно, там за дверью есть малыш, который в этот день хочет радости. Возможно, там вас ждет мать, которая, глядя на своих малышей за столом, плачет. Так давайте в этот Рамадан встанем и пойдем искать те самые двери. Хоть что-нибудь сделаем, потому что Рамадан этим и прекрасен. Редактор субтитров А.Семкин